Вследствие массированных российских ракетных ударов Украина лишилась 80% теплоэлектроцентралий, сообщил в интервью эстонским журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это крупнейшей атакой России на украинский энергетический сектор. Российские войска применяют и дроны, и ракеты, чтобы нанести максимальный урон при каждом ударе. Если сравнивать даже с зимой 2022-2023 годов, когда были ежедневные атаки, то тогда они использовали максимум около 100 средств поражения одновременно во время таких массированных волн. Сейчас первый раз такая массированная атака, и цель, несомненно, блэкаут страны полностью. Германия может передать Украине оборудование со своих закрытых теплоэлектростанций. Об этом предложении вице-канцлера ФРГ Роберта Хабика рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Это поможет быстрее восстановить украинскую энергосистему. Оборудование со своих электростанций Украине готовы передать и Литва. Мы сейчас с литовскими друзьями работаем очень тесно. Наша группа специалистов в Литве сейчас смотрит, какое оборудование есть на старых тепловых станциях, чтобы мы смогли использовать в качестве доноров для восстановления в Украине. Герман Галущенко, министр энергетики Украины, в эфире марафона Едыни-Новыны. Британия выделила более 180 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора Украины, заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд. Он убеждён, Россия намеренно наносит систематические удары по энергетике Украины. Это приводит к перебоям свода и электроснабжениям на прифронтовых территориях. Из-за этого ухудшилась гуманитарная ситуация. Союзники Киева активно работают для восстановления и защиты украинской энергосистемы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы обсудили шаги по предоставлению большей помощи, причём более немедленной, Украине. Мы также обсудили способы защиты и помощи в восстановлении энергосистемы, которую Россия стремится уничтожить». Украине сейчас крайне важно защитить уцелевшие объекты генерации, а наиболее надёжную защиту могут обеспечить системы ПВО, заявил на встрече с конгрессменами США министр энергетики Украины. О поставках дополнительных систем ПВО уже заявила Германия. «Российская агрессивная война продолжается с огромной жестокостью, и мы знаем, что должны сделать больше, чем мы делали до сих пор, чтобы поддержать Украину. Это относится в частности ко всем необходимым возможностям противовоздушной обороны. Германия уже поставила две системы Патриот и решила поставить ещё одну. Это необходимо Украине. Но мы также хотим побудить других сделать то же самое». Пока же украинских энергетиков ожидает большая работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. После обследования всех поражённых объектов начнутся работы по восстановлению, чтобы вернуть в систему максимальное количество генерирующих мощностей электростанций. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Для телеканала Freedom.